Здравствуйте дорогие друзья! Мы начинаем наше изучение Торы продолжаем недельную главу Хукат После того, как мы ушли из Кадеша в Старицин после того, как у нас снова появилась вода, мы идем идем к границе Эдама к границе нашего брата Исауа подошли мы к его границе и послал наших послов к царю этому и говорит я брат твой Израиль мы жили в Египте и плохо обращались египтяне с нами и позволь нам пройти через страну твою и мы будем идти только проложенной дорогой мы не сверем ни на поля ни виноградники, мы ничего тебе плохого не сделаем и если нам нужно будет еда или вода мы будем покупать у себя за деньги только по проложенной дороге пройдем но Эдам царь Эдама есть мнение, что это был Гадар 8 царь Исава мы это читаем о этом царе в главе в Айшлах когда описаны 8 царей Исава написано это цари, которые царствовали в Эдаме перед во цареем царя у сынов Израиля и царствовал в Эдаме Белосенбюр и так дальше и последний восьмой был Гадад Цинбедада который нет это Гадар Гадар царь сынов Израиля он правил тогда получается первым царем Израиля Тора называет Маше это мы читаем в главе Браха и стал он Вишероне царем когда собирались главы народа вместе к колено Израиля в общем он нас не пускает и он сказал нам что я выйду с мечом навстречу вам а в случае когда Яков посылает вестников кайсаву мы это знаем из главы Вишлах то Яков понимает что Иса идет навстречу с ним четыре часа человек Яков готовится к войне делит народ над Вастана мы это читали но Маше так не делает потому что Всевышний запретил нападать на Эдам запретил нападать на Омон на Маав потом Кавлота нет нападать не имеем права и Маше это выполняет если ты отказал то ты отказал и написано что мы обходили гору Сир многие дни мы знаем как сильно была Савил Исхак Исава теперь у нее самое сильное оружие в мире европейские страны самые сильные получается в общем мы это все знаем дальше мы пришли к горе гор написано что там умер Агарон и взошел Агарон Коин на гору гор вместе с Маше и своим сыном Элязаром Маше снял одежду с Агарона одел одежду на его сына Элязара он становится Элязар первосвященником и написано что умер Агарон на горе гор и спустился Маше и Элязар с горы к народу и увидел народ что нет Агарона и оплакивали Агарона все сыны Израиля даже за Маше написано здесь написано весь дом Израиля оплакивал Агарона а Маше написано оплакивали Маше 30 дней сыны Израиля то есть есть разница потому что Агарона очень любили был миротворцем и после этого что случилось увидят Амалек что облака славы отошли когда умер Агарон его заслугу были даны облака славы он он воспользовался моментом и он нападает нападает на нас получается уже четвертое столкновение с Исавом первый раз в Рефидиме когда Амалек напал второй раз это было когда мы после разведки пошли воевать страну Кнанка на Маше это делать не велел Всевышний сказал с нами не пойдет когда мы говорили о пчелах когда Всевышний бил их как делают пчелы наших врагов но это третий раз Исав вышел с нами мечом мы не имеем права нападать и вот четвертый раз получается столкновение с Исавом Амалек нападает переодевшись в Кнанейскую форму чтобы мы подумали что это Кнанеи и молились дай нам победу над Кнанеями но сыны Израиля поняли что они не похожи на Кнанеев хотя пытаются делать вид что они Кнанеи и мы просили чтобы Всевышний нам отдал этот народ не говоришь что дай на Кнанеев и Всевышний в конце концов пишет что отдал нам Всевышний Кнанеев но не так все просто в общем первый раз он напал он нас победил и захватил пишется пленных Раша пишет это была всего одна рабыня но мы не могли ничего сделать и это было поколение не готовое к войне то поколение уже умерло новое поколение было не готово и мы испугались и сработала та фраза которую мы говорили давайте выберем новых вождей и вернемся в Египет это было 38 лет назад и мы ушли пишет Раши вернулись мы с тем переходом назад дошли до Масрота левиты нас догнали и началась братоубийственная война и к сожалению мы сами себя поубивали было убито 7 семей сынов Израиля их не хватает в главе Пенхаз если мы начнем смотреть положим две главы рядом главу Пенхаз и главу которая называется Вайгаш когда семья спускается в Египет и начинаем смотреть и будем смотреть поименно смотрим не хватает 7 семей 7 не хватает у Бенемина 5 не хватает у Ашера 1 не хватает и и у Шимона 1 семья не хватает 7 семей и 4 левитских семей тоже не хватает погибли то есть сами себя перебили потом мы молимся просим Всевышнего отдать нам этих кнаанеев Всевышний нам их отдал и мы их разгромили когда уже вернулись опять и назвали это место хорма разгром это был последний бой с Исавом пятый бой с Исавом или с Амалеком это был четвертый бой в Торе написано а сыны Израиля двинулись из Бнейро Бнейякана в Масыру там умер Агарон и похоронен там это глава ИКФ 10 то что это такое мы точно знаем что пришли мы к горе гор и зашел Агарон на гору гор по велению Бога и умер там и стал служителем Азар сына его вместо него тут стоит что умер в Масыре и стал служим Азар сын его вместо него что это вообще такое но мы знаем что Агарон был миротворцем и он все время нас смирил если люди между с собой поссорились он подходил к одному и говорил человек с кем ты поссорился он очень расстроен он не знает тебе подойти помириться он тебя любит и не знает что делать потом шел говорил второму то же самое и они когда встречались обнимались так он находил все возможности мирить людей между собой находил как мирить мужа с женой в общем эта ложа ему прощалась Агарону он был миротворцем таким и получается здесь физически он умирает на горе гор а вот то что беста Масре это уже как бы получается он когда вы друг друга перерезали случилась эта братоубийственная война и тогда конечно его духовная работа как бы ушла и получается он тоже как бы умер еще и духовно получается вот так Агарон такое страшное событие как это Раши мог привести такой комментарий комментарий Сенчина нам пишет допустим что это одно и то же место два разных названия но если мы с вами читаем главу Масей как мы двигались двигались 40 лет по пустыне допустим и шли мы написано Митка Хашмоне Масерот Бнеякан Гур Легат Вятват Аврона и так дальше хорошо движение стоянок такое идет а в главе Экэф ее двинулись в обратное направление из Нейрод Бнеякана в Масерут там умер Гарун почему это здесь в эту сторону а здесь в другую сторону а потом пишется уже в обычном направлении дальше идет после этих событий написано вы вышли из Эдват и пошли в Гуд Гаду в страну с потоками вод и так дальше то есть получается было движение назад вот это движение и описано то что мы вернулись на 8 стоянок или 7 переходов назад вот так и вот это вот случилось такое событие страшное но как есть так есть вот так так что мы должны думать что мы говорим если мы что-то говорим то это может сбыться через много лет если мы что-то говорим в этом случае что мы сказали давайте выберем новых вождей вернемся в Египет то оно сработало поэтому если мы что-то говорим и надо говорить блинэдер и извиняться что сказалось что-то вырвалось надо всегда думать что нам говорить потому что зря ничего в мире не проходит никакие слова ничего никогда не исчезают так просто а на сегодня наш урок заканчивается род род не проходит Владимир Бенрая, Марина Батрая, Борис Бенмария. Всем всего самого наилучшего. Делитесь этим видео со своими друзьями. Всем всего хорошего. Здоровья, счастья. До следующих встреч. Надеюсь, это будет завтра.